Про посадку. Вот это был железо, так сказать, эволюция. Я прекратил вытряхивать землю с корней, продавать с корнями. Чтобы продавать с корнями, удобно было размещать в картонных коробках. Потом люди приезжали уже тогда за тысячи километров. И тогда я картонные коробки начал наполнять. Не просто вставил в них саженец с комом земли, а наполнять землей. Слава пошла по всей Сибири. С тех пор и до сих пор. Сергея, я уже когда передал три года назад питомник, я уже привал и садил горшки. Он это продолжил автоматом. И теперь смотрите внимательно. Вот они, груши. У груш есть особенность. Смотрите какая. Сейчас бы мне найти подходящий. А, это снова. Сейчас бы мне найти. А, нет, давайте по порядку. У груши особенности есть. Сейчас я хотел сказать про это самое, про корень. По порядку. Значит, когда я один момент, пару лет выращивал таких, мой помощник, который временно у меня жил, хотел тоже бросить все, но потом все-таки решил, что шофером работать менее хлопотно, чем садоводом. Вот. И вот, значит, получилось так. Он мне напривозил этих бедер бэушных, дешевых из Красноярска. Так, я посадил, и потом, когда пришла зима, я хлопнулся по лбу. Это очень важно. Я же вас призываю выращивать даже для себя. Если нельзя посадить сразу в землю на постоянку, то хотя бы в емкость, а не просто в землю, чтобы потом рубить корни лопатой. У меня же саженцы вырастают за лето. Полтора-два метра средний. Хоть привитый, хоть не привитый. Смотрите, как корни рубить приходится. А здесь хоть какая-то неполная, ну, 90-процентная защита корней есть. И вот они, потом у него раз, снег выпал первый. Лежит, думаю, господи, у меня же корни вообще тихниют. В этот, вокруг потом снег растаял, вокруг. А вот, этих, оказалось, ниже земля-то промерзла. Снег, а потом вода, когда потепление началось. Потепление, я смотрю, у меня же караул, я учу всю страну. Как садить? А у меня в этих получились те же самые искусственные ямки, да, которые я ненавижу, которые я проклинаю. Так? И у меня, это, сгниет же. Похватился. И вот тут вот, взял, этот, ножницы по металлу. Быстренько сориентировался. И сделал такой надрез. Ну, так, глубиной, там, сантиметров шесть-семь. Тут же, когда вода, которая стояла, они же уже, они, вода не впитывалась в почву. Вода тут же вытекла, где была. И дальше я уже перестал этого бояться. Уже в следующем году я садил так, что у меня они были заподлицо. Видите? Уже заподлицо. Вот. И тогда вот эта ловушка, вот эта вот смертельная, которую я сам изобрел, получается, пока не понаделал надрезу, она работала. Вот это просто имейте в виду. Лишний совет не помешает. Перед вами склон, друзья. Так. Ну, если точнее говорить, два склона. Итак, значит, один склон более сухой, другой более влажный. Один более сухая трава, другой более зеленоватая. В чем разница? Не видя, где солнце, я вам сразу скажу. Солнце било сюда. Этот склон раньше просыпался. Раньше оголялся от снега. Это может быть юг, вот солнце. Или то юг, или то запад. Точнее не скажешь. А вот этот склон, вот здесь вот лучи, если били сюда, под тупым углом, то здесь они скользили. Здесь дольше задержался снег. Снегозадержание. Вот. Я понятия не имею, если обтоптать, почему снег задержится. И вот, значит, здесь снега побольше было, он позже растаял. И где теперь садить саженцы? Напрашивается солнечный абрикос. Допустим. Где? Где по суше? И, внимание, груша. Мы же о грушах говорим. У абрикосов и у груши открывают большой секрет. Об этом не знают ученые. Вот. Которые говорят про то, что надо корни улучшать, центральный корень обрезать. Это называется улучшение. Я вам объясняю. Это все проходит в питомниках. Им же все равно потом выкапывать. Так они заранее отрезают центральный корень, получают густые боковые корни. Можно выкопать скомом земли. Я вам показывал там коробку. Часто показывал фотографии. Но они не для этого. Они землю все равно отряхнут. Но когда они отряхнут землю и скажут, вот клиент, тем более 70 за 100 километров, конечно, от земли отряхнут. Вот видите, какие густые корни. У-у-у. Это в номер проходит, потому что все равно переезжать-то. Кость не хочешь, а центральный корень обрубишь. Так вот, у груш и у абрикосов центральные корни длинные, горенастые, так можно выразиться. Не повторяет форму кроны. Вот. Это, кстати, дебильность дошла до того, что я сколько видел, в половине случаев рисуют корни у любого растения. Груши, абрикосы, у сливы. Вот. Повторяю форму кроны. То есть они понятия не имеют, как их называют, примерно, стержневой. Стержневой, это слово стержень. И он получается, как бурильный станок, уходит далеко-далеко. Я, конечно, ни разу не читал, откуда взялись груши. Яблони, сливы, абрикосы и так далее. Мы с вами считаем, что яблони и груши родственники. Да вот. Популяют друг друга, да. А я вам сейчас объясню, как я понимаю. Еще раз говорю. Когда-то не было нас, были уже деревья. Вот. Как шло у них расщепление свойств? Есть термин? Да что природа интересна? Это не ошибка. Какая-то особая программа. Ой, я же потом хотел отдельно подробно говорить. Ну, как хочется. А, разбежитесь. Не буду. Так вот, я скажу только то, что к делу сейчас относится. Почему у яблони и у груши разные корни? Они родственники. Они могут и опылить друг друга. Они могут привиться друг на друга. Я это делал успешно. И безуспешно. Ну, это тема следующая. А главное-то не это. А почему все-таки разные? И вот представьте себе, когда-то, это было одно дерево. Вот. Оно давало семена. Семена расходились, расходились. Знаете, как ураганы семена. На сотни километров разносят. А смерчи? Дома поднимают. Вон, рыба летает по небу вместе с водой. Поднимают смерчи. А что он говорит? Захватывают миллионы семян и понесли в другую область. И что получилось? Где та? Пришлось им попасть в более сырое место. Вот. И там они нормально развивались, как яблони. А почему груши отличились от яблони? Выделились в отдельный класс? Да потому что соседняя семечка из этого же самого. С этого же дерева. Одно унесло на юг, другое на север. Одно на восток, другое на запад. И там оказалось в более сухом месте. Там большинство семян после этого урагана, естественно, погибли. Им не хватило влаги. Но какое-то, а может попало в сезон дождей. Хоть место сухое, но повезло. Зацепилось. И умудрилось. А корень где-то у одного зерна. Тут же, видите, я специально этот снимок показал. Где-то вот тут, попади сюда. Погибло. А попади вон там, где посырее. Дошла до воды. Или там, где пониже. Потому что там ручей. И так, одни привыкали к засушливому климату груши. А другие привыкали к более суровому климату. Дошло до того, что яблони, чтобы не погибнуть, захлебывались подземной водой. Они начали распространяться под поверхностью уже не семенами, а вегетацией. То есть, корневыми отводками. Вот. А груши, найдите. Мне прислали фотографию. А я до сих пор ни одного отводка не видел в живьем. Настолько это большая редкость. Вот груши нет. Не полей, плевать. Все равно, рассе будет, полность будет. То, что я вам показал, еще покажу. Последние лет, 6-7, без единого полива. Они выросли. У них стал стержневой корень такой, что... А у меня до воды где-то 6-7 метров. Все. Поливать никогда. Вообще не нужно его поливать. Вот все, что... А во время цветения обильный полив. Давай гробить корни. Давай. Они задыхаются без кислорода. Потом подрастают. Усроют, полить. Да как полить? Месячную норму давай туда. Раз поливаем, раз в месяц. Решил кто-то. Вот. А еще что интересно. И опыт какой-то есть. Да, говорит. И знание есть. Говорит. Да, у нее корень. То есть, тержневой. Тут поглубже надо, чтобы... Получается, она тупая. Так не воспримет воду. А попадет вот где-то, допустим, корень на 5 метров. Значит, на 5 метров пропитается. И тот самый хрешок снизу-то. И ведь правильно замечают. У меня были случаи. Причем, заметьте. А подвой... А мне еще говорят, что подвой сам по себе приводит. Сам по себе. Меня же дураком чуть не обзывали. А вы знаете, что корни подвоя зависят их форма и строение. От сорта, который прививается. И однажды я наткнулся как раз на сварок. Вы бы видели... Эх, это... Я никогда на эту тему не говорил с Байковой. Когда-то мы однажды поговорили часик. А я привык так, что ко мне ученые приезжают и молчат. А я только слушаю. А мне же нужен отдушина. Мне же выговориться надо. Я могу час, два, три... Помните телевизионные фильмы? Или там самодельные фильмы? Ну, когда... А никто никогда ни слова из ученых. Только я говорю. И вот у меня Байкова слушала. Слушала однажды. Говорит, Валерий Васильевич, вам же печататься надо. А я говорю, меня запретили печатать. Я говорю, у меня... Это я в Москве был, да? Да не может быть. Она тут провинциально ученая. И вот получается так, что это ее родное дерево. Я не об этом не говорил. А было дело так. Я выращиваю на месте питомники уссурийскую грушу. Вырастает нормально все. Я прививаю именно сварок. Это было только со свароком. А сварок вы видели. Мощнейшее дерево. Самое крупное я вам еще не показал. Но это же не последний день. Занимаемся этим. Вот. Я, значит, вырастил и давай продавать. Я подхожу с лопатой. Растут густо. Через 30 сантиметров. Потому что земли мало. У нас земли в России нет. Даже для уникальных питомников нет. Вот. Нету, понимаете? И вот я, значит, начинаю копать. Обкапываю, обкапываю. Подрубаю где-то на глубине сантиметров. Так, 30. 35. Да? То есть я тащу целым комом. Ну, чтобы с комом и продать. Это первая моя самая попытка. Самые первые опыты. И вот, значит, я подрубаю. Со всех сторон обкапываю. И аккуратно тяну вместе. Не тяну, а это обычно заводная помощь. Две-три лопаты. Поднимаем ком. Ком пах рассыпается. Ишь, у меня в руках кусок ни единого корешка. То есть на глубину 30-35 сантиметров. И это только у сварога. Тут же рядом выкапываю нарядные фимово саженцы. Эти лесные красавицы. Нормальные корни. Я вам покажу. Я же не болтун. Вот. Нету корней. Нету. Я имею в виду корней отпетлённые. Вот эти вот корешки, так называемые, волоски. Вообще нету. А у меня же их штук 100. Я беру следующий. Нету. Я давай уже вокруг канавы, прям вокруг гряд копать. Чтобы поглубже, чтобы зацепить. Чтобы где... Я это же всё. Это я работал, старался. Человек готов мне по тем временам 300 рублей отдать. Прекрасный саженец. Как мощно росли именно свароги. За одно короткое лето, двухметровый, мощнейший. Доказательств нет, но мне можно верить. Мощнейший саженец. И такой же пошёл вниз. Я до полуметра копал и доходил несколько корешков всего. А потом я говорил, а рядом же покупатель. Я же единственный на планете, который прямо питомники продавал. И продаёт Сергей. Прямо питомники. Выбирает человек. Потом это вот. Самый лучший выбирает. И вот когда я именно сварог на глубину полметра, там хоть немножко корешков, я говорю, давайте так. Дайте 100 рублей или я выбрасываю. Знаете, знаете. А люди же не понимали, что корни нужны в дереву. Они сейчас покупают на рынке и этого не знают. Что в дереве есть корни. Вот. Ну то есть теоретически знают, но спокойно берут и без корней. Ну так обрубки, знаете, как пальцера с цеперти, не единого волоска. Вот. Пальцера с цеперти, это и всё. Это максимум, чем предлагает рынок современный. Я имею в виду узбекский, таджикский. И вот получается такая картина. Зато я начал изучать корни. Я понял, что это важнейшее из моих наблюдений. Потому что я этому придаю огромное значение. Так же, как я придаю значение даже такому факту, что не было чаяка, враньё всё это. Что люди из дикарей, культурные, из века в век старались, переносили, опыляли. Вот. Я тут недавно это самое, в магазине говорю, дайте мне чай в презервативчиках. Как она хохотала. Она не поняла, как её, продавщица, о чём. Потом поняла, как она хохотала на весь этот, что вот эти мешочки, в которых эти, заварка, я называл презервативчиками. А я её вот эти называю, марлевые, которые закрывают, чтобы не было случайного пыления презервативчиками. Вот. У меня много таких терминов. Привыкайте. И вот получается, что я убедился, что стержневой корень имеет место, но он ещё и не сам по себе. Не то, что вот он такой и должен быть. И для меня теперь эти рисунки корней, а я вам целую галерею корней предоставлю. Я только за это заработал уже премию государственную, потому что ни у кого такого нет галереи. Разные у одного, с того же этого, с одного дерева. Интересно? Для меня интересно, потому что теперь получается их работа или брать с большой глубины там это. Ведь догадаться до того, что поливайте, чтобы весь корень промыта. Ах, ведь правильно написали, что это самое, у груши, корни стержневые. Правильно? Различаются, но все стержневые. И получается, мать честная, это сколько надо воды вылить, чтобы вода промокла на 3-4-5 минут. И ведь это пишут на полном серьезе. А я говорю, даже у этого дерева, ему, во-первых, у него две. Ему нужно питание. Но питание, как мы, мы же каши едим в полужидком виде. Правильно? Так. Но это только поверхностный слой. А пьет он воду, и воду антифриз готовит к зиме. Антифриз, извините, еще один мой термин. Вот. Физико-химический, как назовем. Антифриз, незамерзающий раствор. Он берет в большую глубину, ему ваша вода-то нахрен нужна. Он только разубоживает почву. Да еще, не дай бог, осенью. Вот видите как? Вот это тема корней. И вот получается, вот там, где склон зелененький, это место для яблонь. А вот это вот, пожалуй, садить, не бойтесь, поливать не надо. Найдет. Вот это, я не говорю, что так именно надо. Тут сложнее. У нас будет отдельно, мы будем говорить точнее, а все-таки, и абрикосы, про сливы, про все. В данный момент, вы понимаете, сливы, вишни, яблони, справа, мальчики или как там, девочки налево, в общем, эти самые, груши и абрикосы слева, но это сам принцип. Это все мое. Если бы кто об этом писал, сейчас дури бы такой бы не было. Вот. Ладно, идем дальше. Мы сейчас будем заканчивать, как закончится, еще 10 минут. Я смотрю, мы фотографии не видели, даже половины. Ну, ничего, растянем у нас, что, свобода. Бесплатно это не нравится, выключил, пошел спать. Или сериал смотреть. Мне то, что получилось бесплатно, мы так договорились с Антоном Валерьевичем, вот, что нам уже сейчас просто, как сказать, аудитория, да. Заработаем на семечках. Вот где вы возьмете семечки и груши? Да что вы это самое. Кто-то захочет культурное. Я их немного заготовил. Нарядные фильмы, Влада, воронежская, космическая. Совсем немного. Я вам потом покажу плоды, у вас слюна до пола. Аж не верится, что с них могут дикари вырасти. А в том фильме-то я цитировал-то Мичурина, дикари должны получиться. А не верю. А самого опыта не хватает. Вот. И получается, расчет только на интуицию. А этот на интуицию рассчитывал этот самый... Ой, господи. Боднар. Ну и весь сад с этого, с одних косточек магазинных. Ну и что? Долгое время он был лучший сад во всей Сибири. Ну сейчас, конечно, это есть считать, что у нас сады разные. У меня привитых у него нет. Но это будем говорить, что из непривитых он и остался лучшим. Потому что привитые, это привитые. Это уже совсем другое. Ладно. Посмотрели на эту фотографию, эти дыры наделали мыши. Как они... Это у меня. А как они не тронули сады, до сих пор понять не могу. Они были сытые. Они проявляют себя, уничтожая груши. Есть у них любимые и нелюбимые виды. К сожалению, к любым видам относятся у них яблони, груши и абрикосы. Вот это самые любимые их виды. И, к сожалению, к грушам тоже относятся. Самым большим можно бояться, когда большой снег. Они чувствуют себя вольготно. Это я так понимаю, не биолог. Вольготно себя чувствуют. У них врагов. Врагам там лисы. У меня есть даже фотографии, где лисы по садам бегают. Зайцы бегают по садам. У меня есть фотографии. Ну, в общем, коршуны у них такие. Правда, вот у нас в коршуну хуторе привыкли сейчас таскать. Курицы вместо этого. Мышей. Ну, зажрались. Это тоже есть. Вот. А так, естественно, враги, от них хорошо прятаться под глубоким снегом. От своих естественных врагов. Когда малосвежие, тут я и палец о палец не ударяю. Но раскапываю, когда надо. Это отдельная тема. Рассказываю, еще не раз расскажу. Без отравленного зерна, извините, сад не спасти. Один раз в несколько лет человек растит, он счастлив. Однажды приходит. И знаете, как жрут, когда большой снег? Не только это, как минимум, обгрызают по всему диаметру самый низ, а бывает до полуметра. Коры нет вообще. То есть сразу дрова. Все. Шансов ноль. Никакие мостики не помогут. Никто не поможет. Вот. Только расслабились. Сада нет. Уже 3-4 года. Ну все как у этого самого. Как то это самое. В анекдоте. Вот уже злошадь отучил есть. Уже все. Еще два дня бы. И все. И уже бы... Нет. Здорово. Сдохло. Вот так и тут. Уже все. Уже казалось бы, мыши забыли, что они есть на свете. Деревья растут. Потом бах. Вот поэтому этот снимок. Груши мыши любят. Насчет обтаптывания. Хороший прием. К сожалению. Сейчас. Как эти дамы обтаптывали. Феи. Эти самые. Доморощенные. Самозваные. Вот. Которые деревья любят калечить. Они обтаптывали. Ну пожалуй. Мыши начинают жрать. Самое раннее я замечал. В феврале. Это у нас в Сибири. Вот сейчас это мартискин труд. Вот тогда что-то надо делать. У них видимо пищи не хватает. Вот это вот конкретный пример. Бутылка сделана так, чтобы туда птицы не залезли. Так. А мы же залезли. Ямка почему? Бывало, вараганным ветром сдувает. Как. Просто. А потом уже мышь захочет. Она как-то ляжет неудобно бутылкой. И уже туда попасть не может. А так вот специально сделано, что милости прошу. Обычно интересно, что когда я раскладывал 40 бутылок, 20 съедали до нуля. Так. Это значит, что съели и сдохли. А в это самое, еще в десятке, все угадать невозможно. Еще в десятке полыну съедали, а еще в десятке вообще не ели. Не трогали. Там трудно понять, когда раскладываешь. Ну, стараюсь поближе к штамбам. К молодым деревьям. Так. Фотография справа. Вот это вот. Это, конечно, не моя. Не. Ой, что вы, Боже. Не смотри, Боже, шопеток. Я просто показываю, что в сказке, что в средней полосе России заживает рано у яблони груш хотя бы точно это все. Да вообще у всех заживает. И даже учат, чтобы зажило, как правильно делать обрезку на кольцо. Здесь случайно я наткнулся на это деревце. Это красный хутор. Это самая груша у соседей. Вот. Калечили как могли. Получилось все варианты. Где-то заподлицо. Но она не зажила. Вот. Ну, вот видите, вот так вот. Вот еще говорю. Вот такой пень. То, что считается проклятием. Ты уж того никаких, чтобы не было сучка. За подлицо. Тогда рано в два раза больше. Смотрите, какая рано. А тут начинают споры. Можно рано сделать больше, можно меньше. Вот как там при прививке. Ну, вот я вам показывал рисунок. А я говорю, уж оставьте так. Вот так не делайте. Ах, потом дупло будет. Конечно, не будет дупла, если так сделать. Это просто сдохнет дерево. Вот это важный момент. Уж лучше это, крайне лучше это. Вот. Но только не делайте за подлицо страшные раны. А вот это то самое дерево. Помните? Вот, видите? Прекрасно развивалось, развивалось. Я начал резать с него черенки. Прошло. Вначале погибла скелетная прививка. Города была погибла. А потом наступил черед самого дерева. А теперь смотрите. Вы видите вот это дерево, вот это вот, справа? Это нарядное фимово и это. А я не раз рассказывал уже как анекдот. Вот это нарядное фимово уцелело. Его бы не было, и гордости бы не было. В нем не то, что собрали за все годы там ни одну сотню ведер. Не собрали, сгнило под ним ни одна сотня ведер. Потому что вроде бы и сад небольшой грушевый, а все равно невозможно съесть. А гостей столько нет. А продавать не приучено. Единственный раз вот сварок продал, здесь ведер. Или 12 там, забыл. Вот. А вот это вот, с этого дерева я брал черенки. Еще одно у меня есть дерево, я вам потом покажу. Брал черенки. И оно стало вот таким. А вот с этого бирка была потеряна. И оно стало моей гордостью. Потому что это нарядное фимово. Это международная выставка. Это гран-при. Значит, тот конкретный год, пусть это было лет 30 назад, но оно стало лучшим сортом, лучшей грушей в мире. Гран-при международное. Учтите, это значит Голландия, Египет, это Италия. Представляете? Вот что такое гран-при. И оно в Сибири. И меня спасло, а это только, вот это моя нищета. Потому что я же не только для своих груш, для саженца. Это ладно. Я же просто черенки продавал, калеча дерева. Вот. Два погибли. И одно осталось, потому что бирки. Я не знал, заплодоносила, когда она, где-то на пятый, шестой год. Я смотрю, а ветку с него брать-то уже нечего было. Вот это всё резалось, вот как я показывал, молодые побеги. Вот так. Всё, сейчас я дальше на этом останавливаюсь. Всё равно я ей половину не показал. Говорю, отсюда что? Если в этом питомнике купили косточки, куда вы денетесь, придётся покупать и черенки. Потому что подвои уже из гены привоев, а привои из гены подвоев, я это вам уже рассказывал. Ну, хватит. Сейчас я минутку помолчу. Интересно. Уже пара вопросов полезных. Спасибо. 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 Спасибо.